Зимний чемпионат области, Иван Гладышев, матч строитель ЮТЭКС. Вань, расскажи, как проходит подготовка футбольного клуба ЮТЭКС к летнему сезону? Чем занимаетесь? Сейчас как бы ищем новичков себе в команду новых, для начала. Сейчас от просмотра ведем, как бы результат самого вот этого зимнего чемпионата мы пока вообще не ставим перед собой. Нам самое главное подобрать костяк, основу набить. Как бы так просматриваем, вот сами заметили, потому что у нас новичков сейчас очень много. Камешковских может 4-5 от силы, пока что. Много сломанных, поэтому приходится. Как поддерживаешь спортивную форму зимой, ты лично сам? Я тренируюсь на снегу, в камешках также. У нас тренер нас подготавливает, как-то не подготавливает. 3 дня, 4 раза в неделю. Бегаем, сейчас кроссы начали раз в неделю хотя бы бегать. Как бы дыр-дыр свой тоже имеется. Так что бегаем, занимаемся. Был сломан. Я, грубо говоря, в том году в середине сезона сломался на летнем чемпионате области. Вот, мучился, мучился. Вся вроде нога заживает. Надеюсь, устанавливаюсь. Мини-футбольная команда Юток стала чемпионом Ковровского района этой зимой. Как ты думаешь, вот насколько это значимое событие для города Камешково и для спортивной общественности вашей? Ну, это показатель. Мы давно ничего не занимали, как бы. Ну, и это еще раз дает сплоченность команде. Как бы пацаны с Владимира, которые сейчас играют у нас в команде. Они каждую игру ездили, каждую игру мы бились. Все там, как бы, не просто так все приехали, а сыграем так, как сыграем. Вот, то есть, по каждой бился. Как бы наиграли маленький состав. Даже в миньке. Все равно какое-то понимание уже имеем. В прошлом матче зимнего чемпионата области против Гвардейца ты забил три гола. Ты выступал на позиции центрального нападающего, а прошлый сезон ты сыграл на позиции левого полузащитника, я так понимаю. На какой позиции тебе удобно? Мне изначально, я всегда Юрию Васильевичу говорил, то, что мне изначально играть лучше нападающим. Как бы, нависеть на последнем защитнике. Как бы, я могу убежать, мне можно дать разрез, я могу придержать. Поэтому левый хав, это как-то, это как бы применение Юрия Васильевича. Он говорит то, что, тренер говорит то, что я раскрываюсь там. То есть, ну, КПД от меня больше, чем нападение. Ну, я по-другому считаю. Я думаю, что все-таки нападающий. Хорошо. Какие задачи перед собой ставит Ютекс? Мы поговорили уже про зиму, да, в летнем сезоне. То есть, это будет борьба за выживание или середняк, или нечто большее? Ну, нам бы, не знаю, нам еще задач не ставили. Наша задача сейчас — набрать людей, чтобы как-то играть. Будем тренироваться. Обещают раз в неделю на искусственном поле, на торпедах. Вот мы уже собирались один раз. Надеюсь, что на следующей неделе опять будем собираться. Будем искать людей, а там уже будем ставить задачи. Примерно к концу апреля уже нам объявят, что мы и кто мы. В центре обороны Ютекса мы уже видели в первом матче братьев Зинович. Планируете ли вы оставить эту пару, или будете далее продолжать искать защитника? Да нет, братья Зиновича, они далеко не защитники, как бы, я считаю. Димка, он нам в центре нужен. Андрюха, Хава намного лучше сыграет, чем защитник. Это просто, как бы, ну, дыры заделываем мы в обороне. У нас, как бы, защитники сейчас кто сломан, кто работает. То есть у нас как-то не получается с обороной на зимнем первенстве. Надеюсь, вот сейчас все восстановится. И Зинович станут на свои места. Хорошо. Сегодня вы играли со строителем, да, во втором тайме строителей. Вороться команды строитель защищал Ваня Генчаров, да, ваш подноклубник по прошлому сезону. И, естественно, он знает все, как сказать, тактические, да, уловки. Кто где играет, на каком месте. То есть все он это у вас видел в прошлом сезоне. Была ли какая-то установка варьировать тактику или менять чем-то, удивлять строителей в этом матче? Да нет, установки не было никакой. Играли, пробовали играть, как бы, пробным составом. Никакой установки, ну, как таковой не было. Юрий Васильевич просто сказал, на пальцах играем. Был ли у тебя лично какой-то настрой особенный, да, забить Ваню? Да нет, такого, конечно, не было. Бывший одноклубник, давно его знаю. Забить-то я всегда хочу, каждую игру тут. Сегодня не получилось, но моменты, как бы, были. Именно Вани не было. Просто забить строитель были такие. Понял. Зимний чемпионат Владимирской области, турнир специфичный, да, он играется практически без болельщиков. Они очень редко посещают матчи, и на это зависит ряд факторов, да, но не будем об этом. На матче Камешковских команд я постоянно вижу Пашу Фиршева, который постоянно поддерживает. Насколько вам важна его поддержка? Ну, Паша, как, важна, всегда важна. Он у нас уже как символ, я не знаю, клуба, я не знаю. Вот, он на каждую игру ездит, переживает за нас. Ну, мы его, естественно, не бросаем сами. То есть берем всегда с собой, вот, где надо ему поможем. Каждый день на стадионе. Также на стадионе, где надо, поможем директору. Важна нам поддержка, Паша. И еще вопрос. В первой игре вы забили пять и пропустили пять. Во второй вы забили четыре и пропустили, кажется, семь, да? Семь или же. Да, это, как сказать, позитивный фактор такая, результативность или нет? Ну, то, что забиваем больше, чем летом того года, это уже хорошо. Ну, а думаю, с защитой у нас все сложится. Дыры заделываются, и мы будем только забивать, только, скажем, намного меньше. Дело времени, вот, два месяца у нас есть, кто подготовит. Удачи, Ютксувань, тебе забитых голов побольше. Спасибо. Спасибо, что ответил на наш вопрос. Спасибо вам.